всем привет друзья мои рад вас всех приветствовать на своем канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео ну что поехали сегодня у нас очередная распаковка в этот раз телефон от компании дужи здесь должен быть такой я сказал бы телефон с каплевидным экраном для тех у кого нет денег то есть самая дешевая капля на сегодняшний день то есть что такое каплевидный экран это когда у нас вырез наверху идет в виде капли то есть не как моноброс там у многих телефонов которые сейчас популярна именно каплевидный вырез то есть чуть больше полезная площадь экрана дужи y8 заказывался он зеленом цвете зеленый цвет конечно такой градиентный я бы сказал да реально градиент не знаю видно вам нет это но он реально градиентный то есть смотря под какими углами смотреть то получается от фиолетового наверное до зеленого но прикольно смотрится прикольно вот этот моргает уже а что у нас моргать да может тут что-то моргает ладно так заработал давайте пока вот это дело мы посмотрим что тут у нас есть 19 9 water drop screen я не знаю что это такое water drop это капли наверно каплевидный экран как переводится 6 1 дюйма 5 мегапиксельная передняя камера 8 плюс 5 задняя 3400 миллиампер часов аккумулятор quad core четырех ядерный полуторагигагерцовый но я не знаю по моему 67 39 здесь должен быть но хз android 9 стоит ну в принципе начинка конечно максимально бюджетная но но эта начинка обусловлена ценой а цена это аппарата что-то в районе пяти тысяч рублей я точно не помню будет ссылочка в описании посмотрите потому что по разным сайтам цена разная я брал ой по-моему за 4 что-то там 4 800 в баксы кому надо я думаю сам переведет так здесь у нас 5 вольт 1 ампер зарядное устройство фирменное дуджи скрепка для лотка и микро юсби провод инструкция по эксплуатации что у нас русский язык есть интересно есть вот и русский язык тут всем кому нужно русский язык потому что все-таки дуджи компания который замахивается на такой международный рынок откровенно вам сказать то есть днс и можно было да и сейчас я думаю можно найти телефоны компании дуджи да и не такой подарить не стыдно ну сзади в принципе та же самая инфа что и на наклейке это я думал на не очень интерес так сам телефон ну рамищи конечно особенно нижние прям борода бородища верхние рамки но все наше жизни относительно надо понимать что за пятерку какие вы тут рамки ходить как в топовом не знаю телефоне за за не знаю за сколько за 20 30 тысяч олеофобки 0 сразу вам скажу пусть покрытия олеофобного на экране нет от слова вообще так после долгих проверок чего-то не знаю чего вот загрузился он так местоположение отправка данных понимаем что делать но видно что что все-таки перед нами бюджетник и соответственно этот бюджетник выдает себя скоростью работы то есть тот же юми диджи который у меня был на распаковке пару дней назад ты совсем другая скорость работы то есть там заметно небо и земля будет сканируем отпечаток пальца добавляем отпечаток далее главное не забыть его после всего этого дела проверить о беспроводное обновление и все на английском асепт это континьюм что им скажу экранчик в принципе местами даже симпатично вот олеофобки не хватает это просто просто адову не хватает олеофобного покрытия а как на настройки не вот так вот прикольно смотрим стандартный меню android 9 дура спит которую рекомендую выключить на хрен система дополнительно смотрим о телефоне беспроводное обновление проверяем поход дело пока ничего не будет до выбор последней версии пользуетесь версия android 9 вот это что такое security locket можно потом я нового пароля не знаю и старого тоже не видел жесты быстрый доступ к камере включено но я не знаю нафиг ему нужно его надо выключить двойным нажатием питания то нет нет а в камера будет запускаться у вас в кармане брюк qr код сканер это вот тремя пальцами скриншот ребят обязательно выключайте иначе думаю на процентов у 80 но это надо еще проверить но скорее всего процентов у 80 телефонов после включения этой функции начинает глючить touch просто до ужаса поэтому делайте по старинке вот вниз и кнопка питания жесты а это не жест это управление там маханием руками но это под для дебилов и это я не могу понять smart motion тоже управление звонками и прочей ерундой короче жесты здесь не завезли я хотелось бы батареи вот и вот это вот за это ребяточки вот это вот большущие спасибо так в режиме ожидания убираем и почему не знаю юми диджит который дороже по стоим они не догадались такую функцию сделать а буджи догадались молодцы чё здесь у нас 16 гигов скорее всего и видимо 216 я точно не помню до 16 гигов памяти 2 шнать скорее всего оперативки 2 и соответственно 16 гигов постоянной памяти но здесь все по традиции фейс контроль это все будем проверять в полном обзоре потому что сейчас все без толку смысл от этого фейс контроля в таком освещении мало fm радио есть для тех кому это важно что у нас он тут что-то устанавливает библиотека google play и прочее такое давайте сейчас полезем включим разработчика потому что без этого мне не нравится мне не нравится размер значков разработчиков мне не нравится размер значков я хочу сделать их поменьше но не люблю когда огромного 400 принципе нормально что он было 450 попробуем ну давайте посмотрим что там на 450 значков раз 20 мир больше перебор вернемся наши настройки и сделаем еще раз 420 попробуйте это вот так давай 420 и 421 умеете нас поправляет если неправильно выбрали ну честно мало что изменилось ладно тут ловить вот эти вот миллиметры не особо и хотелось бы звонил к звонил к что у нас русские есть буквы да есть русские буквы все норм в этом плане дальше ну естественно play market сейчас видите подтормаживает интерфейс немножко но это из-за того что нет просто вот подтормаживает он сейчас люди нет раздупрился но можно будет еще если сильно будет подтормаживать либо про и поменять лаунчер либо снизить анимацию там до 0 5 настройки для разработчиков экран давайте глянем что по экрану яркости на запас яркости минималка минимальный не сильно большой конечно хотелось бы меньше максимальный вот здесь ярко ярко сто процентов адаптивный я выключаю это дело потому что в датчик и освещенности он жрет аккумулятора тут его и так не сверх много что у нас тут масштаб изображения в размер шрифта заставки обои на бой в принципе давайте посмотрим что у нас тут есть стандартный обои нет не стандартные карда те что добавляет ну принципе вот эти норм чего заморачиваться прикольные на бой звук звук да немного их тут ну крайна сказать динамика конечно такую на твердую троечку вот не больше не больше слышал я конечно и получше может быть если вот так сделать может быть он перестанет так противно играть ну тогда тихо не ну будем откровенны все таки ценник это раз во вторых мелодии встроены это два это надо нормальные мелодии а что давайте мы пробуем вот и дыху все пишут что она не работает мало ли ну как чудо не произошло вот это отсутствует как класс вот это не работает но нет и нет жалко еще не убирается на экранке бы так съедено приличное место логотипом камеру давайте фотка нем тут что мы можем картинка и видел богатый выбор а настройки есть у этой картинки как выбрать то что нибудь видео давайте чем фоткаем вот эту штук на нем только вот я не могу понять где настройки всего это дело но это у нас фокусировка настроек нет прикалываетесь надо может вопрос а для чего у вас старая камера а для бука но и настройки вот не так 8 мегапикселей это у нас 4 крем а нам нужно но если на полный экран делать значит у нас получается 5 мегапиксельные от 8 остается так и что у нас еще есть буты моно ночной профессиональный режим но профессиональный конечно это чувствую то еще будет извлечение ну давайте посмотрим что из этого у нас получились так на свои деньги я не скажу что хороший не скажу что плохой середняк середняк но бака где что ж такое уверен что тут чистый фейк вместо бака и те сфотографировать чего не знаю где картинка вообще можно узнать видите это баке режим и размыто все в смерть аж до черного состояния но не работает режим у меня хоть ты убейся не работает хорошо ну а остальное просто по-моему бессмысленное бесполезное профессионал что у нас тут и со светочувствительность изменять и освещенность соответственно можно там экспозицию код задрать ну людей которые фотографируют в таком режиме я фиг я и не знаю видео что у нас видео электронный стабилизатор и 1920 на 1080 кстати не посмотрели мы с вами разрешение экрана если это получится потому что не получится так тут какой-то модный этот скриншотер ну давайте не на google фото что делать другой то нет у нас есть у нас инфа 1280 на 600 это и есть разрешение экрана ну что делать живут же люди с таким правка отзыв прикольная вещь это google фото а удалять не невозможно но нет и нет что делать так вроде сейчас интерфейс не тормозит но аккумулятор проговорили мы с вами минут 10 5 процентов потерялась не знаю мы еще ни во что не играли то ничего не смотря не слушай ну не знаю вот такая распаковка телефон конечно не фонтан но найдет своего я думаю любителя покрасоваться вот этим каплевидным экраном не более того полный обзор будет чуть позже вначале мы сделаем полный обзор вот этого телефона а потом мы уже примемся и за вот этот ну да сканер конечно тоже медленный до ужаса но все залапано лучших традициях глянцевого пластика на этом буду заканчивать понравилась распаковка ставим лайк подписываемся на канал не забываем про группу вконтакте ну а пока пока